МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Вечная беда дороги. Госконтроль выявил расхождение в расходовании средств на их ремонт. Марокко, Тунис, Иран и Куба. Почему граждане этих стран с завидным постоянством нарушают и белорусскую границу? Поймал? Отпусти. С 1 марта по 15 апреля ловить щуку строго запрещено. Праздник народных умельцев. Гродно готовится встретить международную ярмарку козюки. Сложные пируэты и яркие помпоны. В Гродно прошел областной этап соревнований по чирлидингу среди школьников. Комитет госконтроля недоволен расходованием бюджетных средств на содержание дорог Гродненской области. И судя по отчетам ревизоров, в ближайшее время должностным лицам придется обратить особо пристальное внимание на состояние дорожных улиц. И времени на раскачку нет. На протяжении двух лет на Гродничине практически не было четкого плана по количеству, видам и объемам работ, выполняемых в рамках государственной программы на местных автомобильных дорогах. В итоге автомобильное полотно порой выглядит шокирующим и уж никак не отвечает требованиям нормативных документов. Большое количество ухабов, коварных ям и других дефектов вызывает заслуженное возмущение у многих автомобилистов. Комитет провел совещание. На нем были рассмотрены все вопросы, связанные с работой дорожников. Но в первую очередь речь шла об эффективности расходования бюджетных средств. Необоснованное завышение стоимости строительно-монтажных работ стало поводом для особого разбирательства. В целом завышения были установлены на сумму более 20 тысяч рублей. Также, кроме этих фактов, были установлены нарушения бюджетного законодательства, установлено незаконное получение бюджетных средств в сумме более 1 миллиона рублей. Неэффективное использование бюджетных средств – это более 200 тысяч рублей. Привлечены к ответственности 55 человек, в том числе 10 человек. Они привлечены к административной ответственности, 5 человек освобождено от занимаемых должностей. Итоги развития физической культуры, спорта и туризма подвели в Гродно. Прошедший год, отметили специалисты, был знаковым во всех отраслях. С успехом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выступила сборная команда из 23-х человек из Гродничины. Двое из них – Иван Техан и Ибрагим Саидов – привезли медали. К слову, молодые спортсмены также радуют своими победами. Так, по итогам 2016 года учащиеся третьей спортивной школы достигли лучших результатов. В планах на будущее – передача талантливых ребят из спортивных школ в училище Олимпийского резерва. Также планируется улучшить инфраструктуру городских спортивных сооружений. Весьма активно в городе начал развиваться велотуризм. На сегодняшний день имеется уже два веломаршрута – меловые дороги и тропа здоровья. На развитие туризма на территории Гродно и парка «Августовский канал» повлиял и безвизовый режим для иностранных граждан. На днях город принял пятитысячного посетителя. Были приняты незамедлительно определенные меры по улучшению инфраструктуры города, по изменению той картинки, которую мы можем предоставить иностранному туристу. Очень вовремя среагировали и торговые объекты, и объекты питания, и различные другие субъекты хозяйственные, туристические фирмы. И на данный момент общими силами мы делаем так, чтобы максимальное количество туристов посетили наш город. И в дальнейшем Гродно действительно стал туристическим центром. Шаги от Евросоюза. С начала года на участке Гродненской пограничной группы было пересечено семь попыток нарушения государственной границы. Задержаны 12 человек. Последний случай произошел накануне. За несколько километров от границы был пойман уроженец Беларуси, намеревавшийся попасть на территорию соседней Польши в обход пограничного контроля. Впрочем, как признают сотрудники погрангруппы, этот случай скорее исключение из правил. В последнее время нарушителями белорусской границы являются преимущественно граждане Марокко, Туниса, Ирана и Таджикистана. Несмотря на широкий диапазон национальностей задержанных, причина, по которой они решили пересечь границу незаконно, одна и та же. Как правило, является поиск лучших условий жизни в странах Европейского Союза, но вместе с тем граждан Литовской Республики был задержан при попытке перемещения табачных изделий из Республики Беларусь в Литовскую Республику. Все задержания были успешными благодаря не только умелым действиям пограничников Гройницкой пограничной группы, но и благодаря бдительности жителей приграничных районов. За нарушение государственной границы все задержанные были привлечены к административной ответственности. В качестве наказания каждому из нелегалов внушительный штраф. Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев и депортация с территории Белоруссии. С 1 марта по 15 апреля ловить щуку в Гродненской области строго запрещено. Это необходимо для успешного нереста рыбы. Сотрудники природоохраны рекомендуют рыбакам не искушать судьбу. Если щука попала в снасти, тут же ее отпустить. И дело даже не в том, что нарушение правил обойдется штрафом. Щука – это своего рода регулятор рыбьего населения. Она уничтожает малоценную мелочь, сорную и больную рыбу и способствует тем самым быстрому росту ценных видов рыб и оздоровлению популяции в целом. Кстати, за рыбалку на щуку во время нереста можно не только лишиться крупной суммы денег, но и стать фигурантом уголовного дела. Виновное лицо обязано будет возместить вред, причиненный окружающей среде, в тройном размере, а это 9 базовых величин. И в случае, если вред в результате незаконной добычи рыбы составит 120 и более базовых величин, значит, в отношении виновного будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконная добыча рыбы, повлегчая причинение вида в крупном размере». Встать в пирамиду или прыгнуть той-тач. Школьники со всей области сразились в этапе республиканской религии по черлидингу. На соревнованиях выступило 14 команд. Развитие этого эффектного вида спорта сейчас особенно актуально. Недавно он получил предварительное признание как олимпийский вид состязаний. К тому же его официально внесли в спортивный реестр Беларуси. О преимуществах черлидинга и успехах маленьких акробатов в сюжете Юли Косила. Сложные стойки и прыжки этой маленькой девочке удаются с легкостью. Карина Жоглик в свои 9 лет уже двукратная чемпионка Беларуси по черлидингу. На ее счету 13 медалей и участие в соревнованиях различного уровня. Раньше Карина выступала в паре. Сейчас она в составе команды Майами средней школы номер 40. Девочка признается, самое сложное для нее это шпагат, а все остальное дается легко. Нравится, потому что здесь добрые тренера и очень нравится, потому что вот эти макбошки и движение так красиво нравится. Красиво очень выглядит, что когда танцуешь, с тобой все любуются, занимаешь места, получаешь награду. Команда Майами – одна из 14 на областных соревнованиях по черлидингу. Но за яркими помпонами и милыми костюмами скрывается большая работа. Чтобы оценить ее, в Беларуси уже во второй раз проходит Республиканская лига по черлидингу среди школьников. В соревнованиях три номинации – «Чир», «Чирлидинг шоу» и «Фристайл пом-тим». На площадке участники строили сложные пирамиды, скандировали кричалки и соревновались в слаженности и четкости движений. Чирлидинг Чирлидинг зародился в Америке еще в 19 веке, но в Гродно им начали заниматься совсем недавно. Несмотря на это, у наших спортсменов уже высокие результаты. Серьезно занимаются вообще в Гродно чирлидингом, наверное, лет 8. Еще с 2008-2009 года, когда проходили первые соревнования, они еще проходили на базе Гродницкого государственного университета имени Янки Купалы, когда, наверное, в Гродно зародился чирлидинг. Гродницкая область после города Минска является лидирующей по количеству команд и по своей результативности и подготовленности. Преимущество чирлидинга – это совмещение акробатики, гимнастики, танца и даже ораторского мастерства. Поэтому все чаще родители отдают своих детей на этот зрелищный, но непростой вид спорта. В черлидинг можно прийти в любом возрасте. Например, для 12-летней Екатерины это первое соревнование. Она занимается в команде всего год, но уже входит в основной состав. Ее увлечение чирлидингом началось с американских комедий. Я еще в фильме там пару какие-то смотрела, там вот был чирлидинг, и мне захотелось попробовать. Я позвонила одной девочке, и вот она занималась этим чирлидингом, и я тоже решила пойти. Для меня самое сложное упражнение – это прыжок той-тач. Высоко надо поднимать ноги, и это очень тяжело. По результатам областного этапа отобрали шесть команд. Именно они представят Гродненскую область на республиканских соревнованиях по чирлидингу. Чемпионат пройдет 2 апреля в Минском дворце спорта. Юлия Гасила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. История самой известной международной ярмарки в Гродно – Козюке – насчитывает уже более 10 лет. И это только после ее возрождения. Примечательно, что в этот день, 4 марта, аналогичные выставки продажи руготворных работ народных мастеров проходят еще в двух городах – Вильнюсе и Белостоке. И это не случайно, ведь эта ярмарка – своеобразный культурный мост между тремя соседскими народами. Именно поэтому в числе ее участников во всех этих городах представители трех народностей. Место встречи мастеров и поклонников их творчества в Гродно – площадь Советская. Именно здесь, начиная с 11 утра, можно будет оценить и приобрести изделия из кожи, глины, дерева, соломы, созданные ремесленниками из разных стран. Кроме этого, уже по традиции на этом празднике народного творчества можно будет не только понаблюдать за работой умельцев, но и самому принять участие в мастер-классах. Всего свое желание принять участие в ежегодной ярмарке Козюке изъявило около 200 ремесленников. Впервые во время ярмарки пройдет и уникальный обряд посвящения молодых умельцев в мастера. Также в рамках нынешнего мероприятия запланировано и подписание соглашений о сотрудничестве между добрососедскими народами. Впервые к нам приезжает делегация Центра культуры Белостока. И мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве по вопросам развития культуры, обмену делегациям, участия в концертах. Знаю даже, что летом наши польские друзья хотят пригласить наши два ансамбля «Раду» и «Белая Росса» к себе в Белосток на фестиваль. Напомним, ярмарка Козюки проходит ежегодно 4 марта в память о покровителе мастеров и ремесленников Святом Казимире. А главными атрибутами праздника считаются специально оформленные ветки вербы – казимирки. Беззаботные выходные в теплой компании. 4 марта туристко-оздоровительный комплекс «Пышки» приглашает всех на веселую блин-пати. С 14.00 и до позднего вечера всех грудниц и гостей города ждет разнообразная развлекательная шоу-программа с участием лучших артистов города, выставка ретро-техники, славянские забавы и набирающая популярность «Лазертак», а также ароматная уха и аппетитные шашлыки. Особенно гостеприимной обещает стать встреча первых гостей турбазы «Пышки». Кто первый приходит на турбазу, всех встречает наши аппетитные «Пышки» с вкусными «Пышками» на турбазе «Пышки». Вот видите, какой каламбур, но для вас все самое интересное. Бесплатное угощение – это чай, «Пышки». А вот чтобы гости смогли добраться на турбазу «Пышки» первыми, организаторы предлагают воспользоваться бесплатным автобусом, который будет курсировать каждый час, начиная с 13.00 по маршруту автовокзал «Пышки» и обратно. Посадка будет осуществляться на платформе номер 18. Напоминаем, начало праздника 4 марта в 14.00. Что самое интересное, на нашем празднике будут сюрпризы. Это будет показательное выступление наших воинов-пограничников с собаками дрессированной. Это будет выставка оруджия ОМОНа. Это будут и работать наши пильщики из дерева, создавать прекрасные скульптуры, которые потом останутся как украшения на нашей территории «Пышки». Мы вас всех приглашаем 4 марта на «Блин-Пати». Встречаем с вами весну. Приходите, не пожалеете. 4 марта турбаза «Пышки» будет работать до последнего посетителя. Приобрести билеты на «Блин-Пати» можно по адресу город Гродно ДК Текстильщиков или в городском центре культуры по адресу Дзержинского 1. Вход для детей до 12 лет и многодетных семей бесплатный. 8 марта в 18.00 самый романтичный дуэт «Нави-Банд» представители Беларуси на Евровидении 2017 приглашают всех в городской центре культуры на сольный концерт и презентацию нового альбома «Иллюминация». Билеты можно приобрести в кассе центра культуры по адресу город Гродно, улица Дзержинского 1. «Нави-Банд» для всех, кто влюблен в музыку и друг друга. И в завершении выпуска новость от наших партнеров. Усадьба Славичи предлагает организацию проведения семейного отдыха, праздничных мероприятий и корпоративов с богатым застольем и большим количеством развлечений в 10 километрах от Гродно. Все справки по телефону 033-621-68-71. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by Поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. И напоминаем, что программы телеканала «Гродно плюс» доступны и абонентам пакета зала. Видеть нашу программу могут жители всей Гродненской области на 112-м канале. Хорошего отдыха на Гродно плюс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...